Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а я с большим удовольствием представляю вам своих сегодняшних гостей, советник мэра Тель-Авива, замечательная журналистка Илана Михаэль и главный редактор лучшего радио «Цвизильбер». Привет, друзья! Привет! Тема лежит на поверхности. Координатор борьбы с эпидемией коронавируса, профессор Рони Гамзу, представил свою программу борьбы с этим страшным заболеванием. Вот об этом мы с вами и поговорим. Он, когда представлял свое произведение, очень, мягко говоря, критично отозвался о деятельности правительства, не постеснялся покритиковать Министерство здравоохранения, упрекнул их в том, что они пытались заниматься тем, чем они не должны были заниматься, и сказал о том, что он привлекает армию для определенного рода вещей. И скажите, пожалуйста, Цви, наверное, ты, это Гамза такой крутой или в правительстве просто были рады тому, что появился какой-то профессионал, который знает, что надо делать? Гамза, несомненно, очень выигрышная кандидатура. То есть его вбросили просто как жокера во время очень плохой игры, и он может спасти ситуацию. Но в каком плане? В плане того, что от него пришли в полный восторг социальные сети. Его просто обливают там комплиментами, его хвалят, его очень полюбили, и народ подкупил вот этот его очень откровенный, открытый тон, и в том числе, что он открыто критикует правительство. Но при этом мы, конечно же, на заднем плане все-таки думаем о том, что его туда специально вбросили для того, чтобы прикрыться им в случае неудачи, в случае очередного провала, потому что правительство уже устало от этой критики, но они как бы сами в этом виноваты. Понимаете, ведь на самом деле вот сегодня появилось новое интервью с Гамзу на сайте Вайнет, это как бы такой промо большой статьи, которая должна выйти завтра, ведет охрану от большого интервью. Но он в студии Вайн это тоже, он рассказывает какие-то дикие вещи, когда его первый раз пригласили в отделение Минздрава Тель-Авивского округа, и он пришел в полный ужас, потому что там в какой-то комнатке сидят какие-то студенты медицинские, и со своих сотовых телефонов обзванивают людей, чтобы составлять эту эпидемиологическую экспертизу. И в соседней комнате сидят профессиональные медсестры, которые занимаются тем же самым. И одна медсестра, она хотела перед ним похвастаться, и она сказала, что вот я сегодня с утра уже обзвонила 13 человек. То есть он говорит, за 8 часов ты обзвонила 13 человек, и все это делалось кустарно, и они на каких-то листиках бумажки пытались нарисовать эти маршруты, где перемещались это люди. То есть все это производит такое впечатление, что... При Сталине это бы назвали вредительством. Не то, что вредительством, понимаете, израильская бюрократическая машина построена по одному простому принципу, что все должно максимально быть независимым от самого человека. Человек просто исполнитель неких протоколов, у него есть протоколы на всякие штатные ситуации, но когда же ситуация нештатная, и на нее нет протокола, чиновник не включает мозги. Он не ищет какие-то оригинальные решения, он ищет наиболее близкий протокол работы. И когда он его не находит, то это просто дело провисает. Вот что было, позвали чиновников, позвали эту Сигаль Садецкий, но она хотя бы медик, но она дала совершенно чиновничий ответ. Да, мы знаем, что делать, надо всю страну закрыть на два года в карантин. И на месте политиков, на месте премьер-министра, это страшно, она специалист, она официально назначена специалистом, и она тебе говорит сделать так, если ты этого не сделаешь, то ты в конце концов будешь виноват. И она как эксперт скажет, я говорила, а меня не послушали. Это тоже страшно. И естественно, конечно, политики поддавали всем этим паническим настроениям. Поэтому была сделана, допущена, на мой взгляд, стратегическая ошибка, что мы с самого начала не пустили на это поприще частные компании, которые бы нам обеспечили и эпидемиологические расследования, и тесты на коронавирус повсеместные, широкое тестирование. И то, что сегодня нам предлагает Ронни Гамзу, мы слышали уже давным-давно, все эти предложения вместе, по отдельности, про то, что надо тестировать, про то, что надо проводить эпидемиологические расследования, про то, что надо привлечь армию. Это еще Беннет говорил, когда Беннет был министром обороны, что надо все это отдать армии. И вот он собрал это все вместе и говорит, да, вот теперь давайте делать так. Ну, давайте делать. Будем надеяться, что это получится. Потому что все эти меры совершенно логичные, вменяемые. Еще такой симпатичный человек, как Ронни Гамзу, все это дело предлагает. Такой уверенный. Уверенный в себе, готовый воспринимать критику, готовый критиковать. Посмотрим, что получится, если правительство решит его потом сделать главным виноватым, и он начнет его снова критиковать, то правительство, которое его назначило, это уже будет неприятная ситуация. Ну, давайте все-таки пожелаем ему успеха, может быть, у него и получится. В любом случае, да. Илан, тебе как советнику мэра Тель-Авива одна идея Гамзу, которую раньше все-таки никто, на мой взгляд, не озвучивал. Речь идет о том, что он предлагает передать больше полномочий по борьбе с эпидемией местным властям. Меня, если честно говоря, это немного напрягло. Я сразу вспомнил Соединенные Штаты, где тоже там президент Трамп передал местным властям все полномочия по борьбе с коронавирусом. У нас он предлагает еще одну схему, как он называется, ветофор, раскрасить города в зависимости от уровня заболеваемости, желтые, зеленые и красные, и там, где города зеленые, им разрешить все. Вот Тель-Авив как положительно воспринял эту идею или все-таки напрягся? Ну, во-первых, давайте скажем честно, что пока что предложения, большая часть предложений профессора Гамзу, они только в качестве предложений. Это пока что не указание к действию, еще никто не получил никакого сообщения официального о том, что это будет так и не так, что будет светофор, не будет светофор, будем сами управлять эпидемией, не будем сами управлять. Мы пока что с вами, скажем так, сегодня это инсинуации. Он красиво выступил, его назначили, он выступил, и я действительно поддержу цвику. И реально пожелаю ему, чтобы он не оказался мальчиком для битья и зиц-председателем фунта, на которого потом скинут все неудачи, если у нас все-таки будет расти заболеваемость. Учитывая, что пока что она растет, и сегодня у нас уже около 2000 больных в день, это много, мы будем, что называется, посмотреть, что же он на самом деле сделает. То, что город, в принципе, может сам проконтролировать ситуацию, да, конечно может, при наличии разумного руководства, твердой руки, административного обученного ресурса и полного сотрудничества с больничными кассами, Минздравом и армией, управлением тылом. В принципе, проблем в этом я не вижу. И действительно, я полностью согласна, что надо в конце концов уже отделить эпидемию эту от политики, потому что это невозможно, если условно в Хулоне заболеваемость намного ниже, чем в Байтар-Элит, но из-за того, что религиозные партии оскорблены самой мыслью о том, что там в религиозных кругах, в религиозных районах или городах высокая заболеваемость, и об этом говорят слух, то давайте мы закроем всех и Байтар-Элит, и Хулон. Это нонсенс, это нонсенс, и в этом смысле профессор Гамзов прав. Я не знаю, его ли это идея, или это идея, которая вокруг него есть, некий совет теперь, может быть, это вместе они так решили. Я считаю, что так должно быть, мы не должны повально, коллективная порука, знаете ли, закончилась уже давным-давно. Я думаю, вместе с коллективизацией нет. Ну, давай не будем сравнивать всё-таки Израиль с советским садином. Нет, но почему у нас всех причесывают под одну гребёнку в конце-то концов? Это правильно? И тогда возможно ещё у каждого города, у каждого руководства города и у жителей города возникнет желание более чётко соблюдать условия. Да, ходить в масках, да, соблюдать социальную дистанцию, да, делать всё то, для того, чтобы город был зелёным, а не красным или оранжевым. И в этом смысле я считаю, что идея очень неплохая. — Цветибя хотел спросить, Гамза ещё предложил идею абсолютно не новая, но тем не менее единый стандарт для всех видов ограничений. Вот такая у неё мысль замечательная прозвучала. У меня в связи с этим сразу возникает вопрос, а как быть с демонстрантами, как быть с ортодоксами, которые тут же затребовали себе увеличить количество молящихся, 9-е АВА у нас, как-никак, как с ними быть? Как, извини, меня, признаюсь, нарушил правила дорожного движения, меня отправляют на курсы какие-то специальные. Но суть не в этом. По закону больше 10 человек собираться на курсы не может. Нам говорят, что там будет по 20 человек, помните, сидят. Это единый стандарт или как? — То есть это не зум будет? — Это не зум. — А вживую прямо? — Это вживую, всё вживую. — То, о чём говорит Гамзу, оно сводится к одному простому принципу, с которым я абсолютно и полностью согласен. Что принятие решения должно быть полностью прозрачно и с обратной связью. Чтобы люди могли высказывать своё мнение как минимум. И чтобы это мнение кто-то учитывал и кто-то к нему прислушивался. Потому что помимо соображений каких-то эпидемиологических, есть масса других соображений вокруг. Вот вы говорите про города. Вы помните этот случай, когда в Батьяме мэр решил, что на пляже опасно, он закрыл набережную, он закрыл пляжи. Действительно, в Батьяме на пляжах никого не было. Но все они сделали ещё несколько километров на юг и оказались на пляже Ришино, где было просто такое столпотворение, что вот там как раз, да, была опасность заражения. То есть, вот мы такое видим всё время. Принимаются какие-то решения на каких-то ночных заседаниях, в последнюю минуту. Принимают решение в пятницу в 11 часов дня, что в воскресенье все школы уже должны перейти на какой-то другой формат. Это просто какой-то бред и какой-то абсурд. И каждый раз они импровизируют. И в чём проблематичность этой ситуации? Во-первых, как я уже сказал, чиновникам для того, чтобы они хоть как-то работали, им нужны протоколы. Им нужны чёткие критерии, им нужны количественные показатели, индексы, на которые они могут ориентироваться. Тогда они начнут хоть как-то работать. Это раз. А во-вторых, все эти карантинные меры, они прежде всего должны базироваться на сознании. Если человек понимает, что это да, меры в его пользу, это да, меры для того, чтобы обеспечить его безопасность, он их будет соблюдать. Если он не верит в это, если он считает, что это всё очковтирательство, что это всё просто пустая болтовня, что это всё политика, что это всё тёрки между Дерри Лицманом и так далее, то, соответственно, он не будет это выполнять. Вы не поставите полицейского возле каждого человека, чтобы он с дубинкой стоял и контролировал, как он соблюдает. Вот Ронни Гамзу понимает, что в этом механизме уже произошёл сбой. То есть нас сначала запугивали вот этой жутью, вот этой жестью. Сотни тысяч умерших и там миллионы. В общем, какими-то страшными сценариями, какими-то математическими моделями это сработало. Мы испугались, мы сидели дома, мы боялись высунуть нос на улицу, но потом мы увидели, что как бы не происходит этого. Есть, конечно, люди в тяжёлом состоянии, есть люди под аппаратами ИВЛ, кто-то умирает, но это в основном люди очень пожилого возраста и которые с какими-то побольше не заболевали. Уже нет, уже нет. Ну, в большинстве. Уже нет, в большинстве. Извини, что перебиваю, уже почти 50% это молодые до 36 лет. Я очень извиняюсь. На сегодняшний день вся новая статистика, вот вся эта вторая волна. 90% это люди, которые переносят заболевание в очень лёгкой форме или вообще без симптомов. То есть это просто количество людей, которых начали вот как сетью вылавливают рыбёшку, когда начали делать много тестов. Но нет вот этого катастрофического роста числа людей в тяжёлом состоянии, от которого обрушится наша система здравоохранения. Люди начали видеть, что это на самом деле не так страшно. Может быть, они слишком сильно нас напугали. И когда мы увидели резкое несоответствие, мы подумали, а, опять они нас запугивают. Мы уже привыкли к тому, что нас правительство запугивает, то тем, то этим, то пятым, то десятым. Гамзов понимает, что проблема здесь. Проблема в этом. И он пытается с этими мерами это исправить. И я с этим очень даже согласен. Действительно, разработайте механизм, чтобы это было полностью транспарентно. Чтобы мы понимали, чтобы нам представили все аргументы, все за и против. Потому что, опять же говорю, здесь не только эпидемиологические соображения. Речь идёт о жизнях людей, о карьере, о заработке. Речь идёт буквально в смысле жизни миллионов людей. Которые в своё время в Джулиане в Нью-Йорке использовала понятие нулевой терпимости. О какой нулевой терпимости в данном случае мы можем говорить, опять же, если вспоминая тех же самых демонстрантов, тех же самых ортодоксов, которые не стесняются нарушать все предписания. Илан, ты? Нет, Клань у меня есть ещё вопрос. Так тебе не надо. Всегда не будет строгий. Не может быть никакой политики ноль терпимости, потому что это немножко не та ситуация. Человек, который вышел на улицу без маски, он ни в чём не виноват. Он никакой закон не нарушает. То есть, ему могут дать штраф. Что значит нулевая терпимость? Нулевая терпимость, это значит, что они начнут повально выдавать штраф. Это сколько надо полицейских, чтобы поставить их везде и повально выдавать штраф. Теперь, опять же, второй вопрос. Ультраортодоксы. Поставьте, введите усиленные подразделения полиции в какой-нибудь Днайбрак, чтобы они повально стали выдавать штраф. И знаете, что поднимется? То есть, они, опять же, где они будут стоять? В Холонье, в Геватайме, где и так подавляющее большинство носит маски. Ну, спускает его вот так вот на нос, но всё равно носит маски. Ну и гансы. И соблюдаешь. Ну, неважно. Но в любом случае здесь не может этого быть. Здесь действительно надо делать расчёт именно на сознательное, что ты человеку объяснил доходчиво, на основании чего принимаются эти меры, на основании чего мы идём на такие шаги, с которыми мы не согласны, и стратегически мы хотим всё открывать, а не закрывать. И на этом будет построена сознательность. Как раз об этой сознательности у меня к тебе вопрос. Господин Гамжи предлагает, как он говорит, я процитирую, я предлагаю выполнять нехитрые противоэпидемиологические предосторожности, а правительство, с этой стороны, обяжется, придерживаться четырёх принципов. Прозрачность, профессионализм, конструктивность и сотрудничество. Звучит очень красиво. У меня вопрос в другой плоскости. Скажи, пожалуйста, а вот это всё реализовать на практике господине Гамзе, Гамзу дадут или нет, когда почувствуют в нём какого-то конкурента? Ну, во-первых, вот эти вот четыре условия, которые ты перечислил. Это не я, это Гамзу. Да, ну, так сказать, ты его процитировал. Да. Но это слова, лишённые какого-либо смысла. Какая прозрачность, какой прозрачность, я не поняла. В чём дело? Стёкла лучше быть, мыть в кабинете премьера или что? Это всё, я очень извиняюсь, это несерьёзно. Дело разве в этом? Разве в прозрачности или непрозрачности? Мы никакой прозрачности ни от кого не дождёмся. Я очень сожалею. Я думаю, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. В первую очередь. То, что мы наблюдаем сегодня, к сожалению, вокруг себя зачастую, это несмотря на долбёжку постоянную гражданам через все зомбоящики, через все СМИ, которые существуют, господа, мойте руки, носите маски, держите дистанцию, не харкайте там, не плюйте на улице и так далее. Это уже само собой. Этого не происходит, если мы становимся свидетелями того, что в автобусы рвутся люди без масок, когда несчастный шофёр, который вынужден почему-то тоже безумное решение выключить кондиционеры в автобусе. У меня приятница недавно яхала с работы и почти потеряла сознание. Она сердечница. О чём вообще мы говорим? То есть, это решение откуда взялось? Мы не знаем с вами. Рвутся люди, которые принципиально, и я знакома с такими, они не будут носить эти маски. А вот дайте мне штраф каждый день, я не буду. Что ты с ним сделаешь? Я бы его сажала. Вот человек, зная, что он является носителем вируса, полетел в Турцию на самолёте. Вместе с ним было ещё 190 человек на борту. Они прибыли в Турцию, сделали опять аталис, он выявился как носитель. 190 израильтян сидят в карантине в Турции за свой счёт, но он получит штраф 5000 шекелей. Это нормально? Нет. Таких надо сажать. Вы уже извините меня, господа, но мне кажется, что при всей моей любви к нашему народу, сколько ты не объясняй людям. Вот иногда есть ощущение головой об стенку, вот головой об стенку. Никакие штрафы не помогут. Никакие. Если человек будет знать, как в других странах, бывшего, скажем, коммунистического блока, мы наблюдаем там целый ряд законов, за распространение болезни, за то, что ты сознательно вышел из дому, знаешь, что ты заражён, ты получаешь там тюремный срок. В той же Румынии, например. И это правильно, потому что ты потенциальный убийца. А если это человек с очень слабым здоровьем, слабым иммунитетом, может быть, у него какое-то онкологическое заболевание на фоне, он, подхватив эту болезнь, уже никогда не встанет, и так далее. Что это всё значит? То есть у меня есть ощущение, что при всех этих очень красивых словах надо ещё активизировать систему, извините меня, наказаний за нарушение режима неинфицирования других граждан. Вот мне кажется, что здесь разъяснительная работа, организационная деятельность, внятные какие-нибудь указания, которые мы когда-нибудь, я надеюсь, все получим и мы поймём, почему надо идти вправо, а не налево, да, и плюс осознание нашими согражданами того, что они будут жёстко наказаны за несоблюдение вот этого режима неинфицирования других, тогда, я надеюсь, это возымеет действие, но не знаю. Твои бы слова да гамзу в уши, да всё гамзу народу нашему, нашему народу. Ну, в том числе, да, народ нас смотрит. Спасибо, спасибо, друзья, за этот откровенный разговор, спасибо вам, что были с нами и давайте вместе пожелаем успехов всё-таки и народу и господину гамзу в этой сложной ситуации. До новых встреч, до свидания, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова